И всем привет, ребят! С вами MrVac, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и обсуждению тех самых банов в DM-режиме. У нас появилась очень интересная информация, и это позитивная информация, да, это то, что в какой-то степени справедливость восторжествовала. И у определенных ребят разблокировали аккаунты, которые были заблокированы как раз-таки в DM-режиме. Два дня назад у нас по этому поводу видеоролик вышел, я эту тему мусолю ежедневно на стримах, и говорю свое мнение, и в видосе высказал, что я с этим полностью не согласен. И сегодня с утра, ну для вас это уже получается вчера, потому что видеоролик выходит на следующий день, появилась вот такая вот интересная информация, которой я сегодня с вами поделюсь касательно именно DM-режимов и того, что у нас произошло. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас срок игры в аккаунтике установите ему личный тег-тег-темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо информации, которая у нас появилась касательно DM-режимов, у одного из игроков пришло на почту вот такое вот уведомление о нарушении правил игры от официальных танков. Здравствуйте, мы пересмотрели решение по вашему аккаунту, сговор был, но в данном режиме, а именно режиме DM, мы стараемся быть толерантными. Я не знаю, как трактуется эта фраза правильно, мы стараемся быть толерантными, да, толерантными, то есть сначала, бах, сука, улетел аккаунтик за типа сговор, типа саботаж, но как бы есть группы, да, а потом мы, значит, становимся толерантными и ваш аккаунт разблокирован, удачи, в игре. Как это работает, я не знаю, но более чем уверен, что давление сработало, давление 100% сработало в этом плане. YouTube сообщество не справило это недоразумение, скажу, что это именно так, возможно, сам Орех повлиял на эту ситуацию, да, потому что, ну, по факту, может быть, даже в какой-то степени это можно назвать и беспределом, да, потому что правила есть правила, и правила, которые были 14 лет, каким бы они бы не были написаны официально в игре, да, правила DM режима знают все, абсолютно все. И все те игроки, которые играют столь длительный период времени, тот же Орех, да, условно, который играет с истоков и оснований этой игры, да, и для меня, наверное, это, ну, больше справедливость, да, что все-таки есть... Есть люди, которые знают, как это работает, да, и понимают то, что DM, да, если уж есть в игре DM, есть группы в DM, да, то как ты ни крути, да, этот режим не должен быть связан с саботажем и сговором, никак, абсолютно, да. Потому что это, ну, по сути, режим, в котором ты сам выбираешь, как ты будешь его играть, с кем ты будешь его играть, что ты будешь там делать. Ты можешь стоять голды ловить, ты можешь, условно, там, не бить рез, потому что зачем тебе бить резист, да, то есть у тебя автоматически уже будет тим с этим типом, да, и ты уже сам выбираешь, как ты будешь играть режим каждый сам за себя, да, Да, и когда влетели эти безумные баны, я был абсолютно, абсолютно, ну, с одной стороны в шоке, и с другой стороны расстроен, да, что вообще такое в игре, в 2024 году такое появляется. В принципе, появляется такое. Потому что для меня это было, ну, что-то из разряда как? Как? ДМ? Бан за саботаж, за сговор? Чего? Да? Ну, и все-таки спустя несколько дней у нас аккаунты разблокировали, да, только есть еще интересная информация, то, что у тех ребят, у которых были, например, баны на, там, условно, час, день, да, то есть эти баны прошли, и в карме это осталось, да. У тех, у кого там была неделя, получается, месяц, тем аккаунты разбанили, и с кармой этот бан убрали, да. Те же баны остались. Соответственно, как это будет все дело происходить дальше, непонятно, да. Ну, и помимо вот этого сообщения, есть еще одно интересное сообщение, также от поддержки игры. Здравствуйте. Сговор включен в правила игры более двух лет назад. Тем не менее, в ДМ, опять же, опять же, написано, та же самая трактовка. В ДМ мы стараемся быть толерантными. Мы понимаем ваше разочарование и решили разблокировать ваш аккаунт. Но хотим напомнить, что следующий саботаж будет наказан блоком на месяц. Какой саботаж будет наказан? Саботаж в ДМ, либо же в принципе саботаж? Скорее всего, в принципе саботаж. Сведения о более ста игроках не соответствуют действительности удачи в игре. Ну, наверное, там игрок просто написал, что более ста игроков было забанено в ДМ режимах, да. После слов Байтера 1, 2, 3. Ну, понятное дело, что там ста игроков не было, и это больше для, как говорится, информации в массы. И чтобы эта тема была, как говорится, более такая масштабная, да. Понятное дело, что там не супер такое огромнейшее количество улетело. Но десятки, я думаю, что точно полетели за эту тему в бан. Потому что я знаю, что и помощников даже определенных забанили, да. И игроков, которые, ну, вообще работяк, да. Которые чисто уделяют времени игре, фармят, баблят. Их просто набрили по-жёсткому, да. Поэтому как-то так, да. Я, честно говоря, не знаю, что будет с ДМкой дальше. Но более чем уверен, что то, как ДМка работала раньше, да. Это, ну, по сути, режим, в котором ты реально сам выбираешь, как ты его будешь играть. И если в командных режимах, в штурмах, да, то, что сейчас набрили тоже жёсткое количество игроков за саботаж. С этим я целиком и полностью согласен, да. Так как командный режим и саботаж это то, что запрещено в игре, да. Это то, что должно баниться, жёстко баниться, да. Чтобы игроки уже, как говорится, немножечко на землю тоже приземлялись, да. Потому что есть те, которые летают в облаках и творят прям лютейшую дичь, да. То, что, ну, вообще не должно быть в игре, да. Поэтому здесь я целиком и полностью согласен. Будьте, как говорится, внимательны и аккуратны. Играйте честно. Ну, а что касаемо ДМки, то здесь всё очень и очень хорошо в плане того, что всё-таки те баны и те якобы, якобы нарушения были на сегодняшний день разблокированы. И это ещё один, можно так сказать, камень в огород того самого человека, который пришёл и решил, что он здесь будет прав, который условно там играет в игру, может быть, год, да. Который там стал каким-то там модератором-виолатором и думает, что он теперь, значит, решил, что ДМ и сговор это одно и то же. Нет, нет никакого сговора в ДМ-режиме. Нету, не было и не будет. Это режим, который каждый игрок правит играть так, как он хочет. Это не командный режим. Это совсем другие правила, которые не относятся абсолютно к командным режимам игры. Как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если он вам понравился, подписывайтесь на канал. Если вы ещё вдруг не подписаны, ну а у меня, друзья, на этом всё. Играйте честно. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok